Здравствуйте, здравствуйте всем! Доброго времени суток! Елена Левицкая на связи. Ну, как вы сегодня? Вижу, что люди подключаются, подключаются все больше и больше. Надеюсь, вчера вам все понравилось, я не слишком вас перегрузила, и сегодня все смогли есть вашу привычную еду, но немножко надеюсь на то, что вы все-таки задумались о связи питания, здоровья, о связи того, что вы кушаете и какое ваше состояние ума после этого. Молодцы! Хотела еще немножко добавить о том, что те, кто покупал и заказал наши тренинги, следующие, нажал на кнопочку «Купить», там выходила программа, я еще дополнила программу и решила, раз вы уж так любите рецепты, решила в каждом дне тренинга давать вам по 7 рецептов, 7 супов, 7 сладостей, 7 салатов. Будет очень-очень все интересно и здорово. Вот. И сегодня мы продолжаем нашу экологию и здоровье, и будет шикарная тема. И шикарный просто тренер-преподаватель – это Светлана Аристова, тренер по здоровому питанию, коррекции веса, великолепная, притесающая женщина. Также она тренер по личностному росту, психологии и успехов, создатель интернет-портала «Квинтэссенция здоровья» клуба «Развитие личности и метаморфозы». Ну, что касается метаморфоз, мое личное мнение – опыт. Там, где появляется Светлана, действительно происходят чудесные метаморфозы. Все меняется к лучшему, уходят барьеры, комплексы. Вы расцветаете как женщина, как личность, как человек. Потому что этот человек несет столько позитивного, но вы сами это сейчас почувствуете. Сейчас очень рано у девушек, у женщин начинаются проблемы с щитовидком. Поэтому ловите каждое слово Светланы. Она об этом знает очень много и есть чем поделиться. Когда я слушаю ее курсы, я обычно по полтетрадки пишу себе, всем этим пользуюсь, провожу аналоги с физической культурой. И, конечно, очень мне все это нравится. И также Светлана автор многочисленных курсов по восстановлению здоровья без лекарств. И организуется множество конференций, семинаров по личному росту, по здоровью, по красоте. И еще одна не только успешная бизнес-леди, позитивнейший человек, для которого вообще не существует ничего невозможного. Ну, а почему именно эта тема и о чем сегодня, сейчас вам расскажет сама Светлана. Готовьтесь. Так, удалила звук, чтобы не фонило. Сейчас должно быть нормально все. Как меня слышно? Слышно хорошо? Я думаю, что громче не надо. Я и так уже прямо рядом с компьютером. Прекрасно, хорошо. Ну что, доброе утро. Всем очень рады, что у вас нашлось время здесь собраться сегодня. И, как вы уже видите по слайду, сегодняшняя наша тема будет связана с гормональным фоном, с вашим питанием. И если есть проблема лишнего веса или недостаточного веса, мы поговорим о взаимосвязях. Давайте договоримся с вами сразу о регламенте нашего тренинга. Огромная просьба все вопросы писать в конце вебинара, потому что между вашими плюсиками, комментариями и переписками между собой вопросы теряются. Уже в самом начале пошли вопросы. Я уже писала, комментировала, что просьба огромная писать после вебинара. Для того, чтобы у нас было более плодотворное общение, для того, чтобы я с вами могла сегодня поделиться всем, что я приготовила, будет здорово, если все вопросы... Я знаю, что у вас их много по поводу щитовидки, по поводу зоба, по поводу узлов, по поводу удаленных щитовидок, храпов, слизи и так далее. Я все сегодня буду рассказывать. И в конце вебинара я отвечу абсолютно на все ваши вопросы до самого последнего. Поэтому запаситесь терпением. Александр, я тебя попрошу помочь мне объяснить народу, если не могут соединиться, если что-то не получается, попробуйте зайти с другого браузера, потому что Safari и Mozilla, по-моему, не соединяются никак. Тут какие-то технические неполадки. И с других браузеров прекрасно все видно. Вот если вы, друзья, друг другу поможете, вот кто не может зайти, если у кого-то нет звука, объясните, что... Я уже в письме, в принципе, все написала, но повторюсь, да, перед тем, как мы начнем. Просто если вы видите, что у кого-то не получается, ответьте ему комментарием, чтобы попробовали скопировать ссылку с браузера и вставить ее в другой браузер, потому что некоторые браузеры никак не могут соединиться с данным сервисом площадок. Хорошо? Просто поддержите друг друга для того, чтобы... Вот, Mozilla прекрасно. Ну вот, что хочу сказать. У кого-то что-то работает, у кого-то нет. Я уже просто замучилась разбираться и помогаю, отвечаю всем на письма, но все равно не смогу помочь всем абсолютно, тем более, что буду вещать. Поэтому поддержите друг друга. Если кто-то разобрался, почему не было соединения и как его сделать, то подсобите. В принципе, мне уже пришли письма, что почему мы работаем так, а не иначе, а вот почему комментарии здесь, а не там. Я хочу сказать, что мы проводим вебинары 3 года на постоянной основе, и мы перепробовали абсолютно все варианты. И тогда, когда мы даем ссылки на комнаты, на разные сервисы, тогда половина народу плачет, что они не могут вообще зайти в комнату, не понимают, какие-то пароли требуют, еще что-то. И самый хороший вариант – это именно вот такое вещание со страницы, одностраничника, куда помещены комментарии, и фрейм, то есть окно вещания. Это самое простое для всех. Поэтому, если даже кому-то неудобно, если вы не зарегистрированы в ВКонтакте или в Фейсбуке, задавайте ваши вопросы в письменном виде на почту, с которой вы получили приглашение на вебинар. Ничего страшного, если вы не сможете сегодня написать комментарий. Сегодня мы будем общаться именно по теме, которую я подготовила. 13 числа мы ответим на все написанные вопросы, сделаем отдельный блог, еще помимо сегодняшнего. Поэтому, дорогие мои, принимайте все как есть. Я знаю, что всем не угодишь. Мы стараемся, мы делаем по возможности лучше. И даже если сегодня что-то не получается, или со звуком, или со слайдами, ну просто подождите записи тогда, да, потому что предугадать абсолютно все, в принципе, нереально. Итак, добро пожаловать на второй день нашего открытого онлайн-тренинга «Экология здоровья-2.1». Начинаем нашу тему. Кто-то из вас уже видел, слышал меня, кто-то из вас уже присутствовал на вебинарах. Тем не менее, я еще раз немножечко расскажу о себе. И хочу сказать, что тем, кто уже слушали эту тему, ну, возможно, будет не так интересно, потому что тема будет повторяться. Но я думаю, что по-любому вы услышите что-то новенькое для себя. Поэтому запаситесь терпением. В принципе, иногда энергии и веры в себя заряжают просто общение, даже не важно, какая информация. Я хочу сказать, что те люди, у которых проблемы со здоровьем, тогда, когда они слышат неутешительные диагнозы от врачей, тогда, когда они понимают, что им путь один, какая-нибудь там, не знаю, гормонально-заместительная терапия или хибия, или еще там, не дай бог, чего-нибудь, или операция, у них опускается все, пропадает вера. Но тогда, когда человек встречается с наставником, который сам прошел путь восстановления здоровья, и когда появляется лучик надежды, услышав информацию, это может изменить в корне вашу жизнь. Это может изменить жизнь ваших близких, ваших друзей, и которые, возможно, не знают того, что я сегодня буду рассказывать. Я хочу сказать, что я когда-то, когда столкнулась с тяжелейшим заболеванием онкологии у моей бабушки, когда она умерла, и когда мне медики сказали, что это наследственно, и что если у бабушки была онкология, то и у меня будет, представьте себе, это сказали врачи. Я просто, ну я перепугалась, мне было меньше 30 лет, и я года 2-3 я пребывала в жутком страхе. А вы знаете, что такое страх, и что он творит с человеком, насколько сложно потом из него выбраться. И, как правило, мысли материальны, слова материальны. Если мы боимся чего-то, если мы об этом думаем, и тем более говорим, то это приходит в нашу жизнь. То же самое случается и по любым другим заболеваниям. То есть если человек запрограммирован, если ему врач сказал, что ты никогда не поправишься, потому что эта болезнь неизлечима, то человек может погибнуть просто от слов врача. Поэтому я хочу вас попросить, что бы ни было в вашей жизни, какая бы болячка вас не беспокоила, верьте в то, что организм – самоисцеляющаяся система. Верьте в то, что вы можете естественными, натуральными травами и питанием наладить свое здоровье. У вас потрясающий потенциал в организме. И что бы вам кто ни говорил, главное иметь силу в себе, веру в себя и делать то, что не вредит вашему организму. Если вам довелось побывать у врача, который вам сказал, что вы больны просто без какой-либо возможности исцеления, не соглашайтесь с этим внутри. Да, вы можете выполнять какие-то рекомендации врача, да, вы можете быть в том лечении, которое вам назначено, но все равно ищите пути исцеления. И я думаю, что то, что вы сегодня пришли сюда, это уже говорит о том, что вы люди разумные, что вы стремитесь получить здоровье, что вы не согласны с тем диагнозом каким-то, или с тем предписанием врача, которое вам дали. Если есть проблемы со здоровьем. Потому что, к сожалению, сегодня назвать полностью здоровым ни одного человека практически нельзя. У каждого есть проблемы, хотя бы даже тот же самый дисбактериоз. А это уже нарушение, которое может привести к различным заболеваниям, в том числе нарушению гормонального фона. И как следствие, там уже пойдут другие болячки. Именно поэтому сегодня моя тема будет достаточно длинная. Я вам буду рассказывать много про все наши аспекты физического здоровья. Я буду рассказывать вам про питание. И потом у нас будет блог про эндокринную систему. Говоря о себе, я являюсь тренером по здоровому питанию и коррекции веса. И уже 5 лет онлайн занимаюсь тем, что даю консультации, провожу тренинговые программы, собирала различные конференции, флешмобы и старалась дать людям по максимуму полезной информации. И этот тренинг, он является бесплатным. И я вас уверяю, даже та информация, которую вы получите сегодня, даже в случае, если вы не придете на наш платный тренинг с Еленой, она даст вам толчок, и вы сдвинетесь с какой-то мертвой точки и сможете улучшить свое здоровье. Но также я вас предупреждаю, что мы открытые онлайн-тренинги делаем для того, чтобы делать продажи, для того, чтобы делать свой интернет-бизнес. Поэтому мы сегодня будем вам продавать. Я надеюсь, что вас это не оскорбит и что вы к этому отнесетесь абсолютно нормально. Потому что тогда, когда мы приходим к доктору и платим ему 50 или 100 евро за визит, а потом еще несколько сотен за больницу и за лекарства, нас почему-то это не смущает. Тогда же, когда нам предлагается купить знания о здоровье, порой мы слышим интересные такие реплики, что ай-яй-яй, как же вам не стыдно продавать знания людям. Ну, это так, это лирическое отступление. Я просто к тому, что будьте готовы к тому, что сегодня будет предлагаться программа, которая будет проходить у нас с середины сентября до конца ноября. И те, которые сегодня останутся до конца, те от меня получат подарок. Я вам дам методичку по профилактике и восстановлению работы щитовидной железы. Поэтому, пожалуйста, будьте внимательны, пожалуйста, следите за темой, за комментариями и будем начинать. Вы сейчас видите на фотографии меня посерединке, это тогда, когда, сколько это уже, я уже путаюсь немножко, 4 или 5 лет назад, наверное, 5 лет назад уже это было, когда у меня был первый гормональный сбой, стресс, у меня случился банкрот, мы с мужем потеряли ювелирный бизнес и не смогли оправиться, в общем-то, так психологически было довольно-таки сложно. И тогда я набрала в первый раз 13 килограмм к своему весу. И даже мне пришлось уйти со сцены, поскольку я еще параллельно всему тому, что я делаю, я танцую танец желота и преподаю его, и участвую в шоу-группе. Ну, когда в Риге. И на тот момент, когда у нас случилась вся эта беда, я ужасно выглядела, я ужасно поправилась, у нас не было денег ни на что, и, собственно, было все очень печально. Потом я поехала на Кипр, продалась в рабство, и здесь работала официанткой 3 года. После того, как я ознакомилась с интернет-бизнесом, я уже как бы перешла в другую колею. Но тем не об этом. Тема о том, что с момента того, как я переехала в теплые страны и пошла работать по найму, я похудела. Но похудела я, конечно же, не только от того, что здесь море, солнце, тут и фрукты и так далее. Похудела я, потому что я начала копать информацию по здоровью, и первым моим шагом было внедрение качественной воды в рецепт питания. Это помогло мне скинуть за полгода 9 килограмм, потом вес остановился, потом скидывался остальной вес уже понемножечку, и я все больше узнавала о здоровье. После этого я успешно держала вес 4 года, и в прошлом году у нас снова, мы были в Риге с мужем, у нас снова случился стресс, большое потрясение было, и у меня снова случился гормональный сбой. Только в этот раз причиной был, ну, в общем, как и в прошлый раз, стресс, и мне поставили диагноз аутоиммунный тиреоидит и гипотиреоз. Ну и, собственно, что мне сказал эндокринолог, вот с чего я начинала сегодняшнее свое выступление, с того, что это уже по жизни гормонозаместительная терапия, это по жизни, как он назывался, элтероксин, и дозу будет увеличивать и так далее. И в результате все равно у меня будет сердечно-сосудистая заболевание, и я умру от того, что у меня будет больное сердце. В общем, вот такую вот радужную перспективу мне нарисовал мой лечащий врач. И после того, как я вышла, ну, я была в стрессе в конкретном, то есть я вышла вообще запуганная, и я думаю, мама дорогая, что же мне теперь делать? То есть прошлый гормональный сбой, я так понимаю, что, ну, по симптомам, которые были 5 лет назад, это было то же самое, только я его не диагностировала и как-то сама выправилась. В этот раз я пошла по врачам, проверилась, и вот мне поставили такой диагноз. А я внутри абсолютно четко понимала, что я не хочу и не буду пить этот элтероксин, и что есть какие-то другие пути. Начала искать пути оздоровления и познакомилась с очень интересными людьми, тоже эндоксинологами, которые мне дали полную схему восстановления без элтероксина, без гормонозаместительной терапии. Я вам хочу сказать, что путь был достаточно нелегким, но достаточно быстрым, потому что сегодня я уже практически пришла в норму. Осталось пару килограмм скинуть до того веса, который вот по бокам, видите, да, там на мне 67, было почти 80, вот на фотографии посередине, и вот в прошлой зимой, когда я снова резко поправилась, буквально за пару-тройку месяцев на меня налипло 13 килограмм. Снова опять те же 13 килограмм. И первый раз мне было легче худеть, в этот раз было немножечко сложнее, но тем не менее я привела вес в порядок, это для тех, у кого есть проблемы лишнего веса. И я хочу сказать, что я привела в порядок показатели антител и показатели ТТГ, то есть обратно пришли в норму. И было очень интересно наблюдать вообще за телом, что происходит. Вот по той схеме, которую я вам сегодня дам, были разные ощущения, было хуже, у меня начались отеки под глазами еще более сильные, у меня на языке был ужасный грибковый налет, то есть было очень-очень плохо, у меня происходила такая детоксикация, когда я приводил себя в порядок, было плохое самочувствие, у меня были дни, когда я не могла руку поднять вообще с кровати, и при всем при этом я должна была как бы вести тренинги по здоровью, а когда ты сам не в той кондиции, не в здоровье, тогда это очень сложно делать и поддерживать вообще свой имидж и так далее. То есть у меня внутри, у меня происходили ужасные вещи психологические, это был еще больше стресс. И на сегодняшний день уже я себя чувствую прекрасно, показатели в норме, и я хочу сказать, что я справилась без Л-тероксина. То есть все вот эти симптомы, которые преследуют нарушение работы эндокринной системы, в частности щитовидной железы, они устранены, у меня нет усталости, у меня нет выпадения волос, у меня нет сухой кожи, у меня нет такого большого лишнего веса, он чуть-чуть остался, да, тут буквально еще пару килограмм, и я буду опять звездой. Вот, и как мне это удалось, я вам сегодня буду рассказывать. Но хочу я начать свою тему сегодня именно с того, что такое вообще гормональный фон, что такое питание и как все это взаимосвязано, потому что зачастую, когда мы приходим к врачу и рассказываем про свои какие-то симптомы, нам ставят диагноз нарушение работы щитовидной железы, и нам назначают, ну так сказать, примочки, припарки от щитовидной железы, да, грубо говоря. И вообще, вот в большинстве случаев, сколько я сейчас общаюсь с людьми, у которых нарушение щитовидки, нам не рассказывают про то, что нужно начинать с того, чтобы наладить работу других систем организма, наладить работу пищеварения, завести свою поджелудочную железу, улучшить работу желчного пузыря, восстановить мембранки почек, восстановить ткани печени, без которой не может быть нормальной выработки вообще гормонов щитовидной железы и так далее. То есть все это очень взаимосвязано, что тогда, когда у нас дисбактериоз, у нас по-любому не будет здоровья, по-любому не будет гормонов вырабатываться достаточно и качественно. Если у нас не сбалансировано питание, то все равно гормоны не будут вырабатываться, потому что нету просто элементарно строительного материала для этих самых гормонов. Вот об этом, обо всем нам не говорят. Нам говорят так, ну, как штамп ставят, там, допустим, аутоиммунный тиреоидит, гипертиреоз или гипотиреоз, гипотиреоз, там, у кого что, да, операция, удаление, там, или элтероксин или элтерокс и так далее. И все. И на этом все заканчивается. И вот те, которые уже имеют такие проблемы, да, вы знаете, о чем я говорю. Те, которые не имеют, я вам настоятельно рекомендую сегодня просто вот прислушаться, ушки держать на востро и просто записывать все. Потому что то, что сегодня, возможно, вы кушаете недостаточно, неправильно, несбалансировано, нету еду. Если вы пренебрегаете жирными кислотами, если вы, я говорю сейчас не про употребление жиров, а именно про жирные кислоты. Если вы пренебрегаете аминокислотами, если вы позволяете себе чрезмерно кушать мясо, то рано или поздно может случиться нарушение работы пищеварения и после этого пойдет нарушение работы эндокринной системы. Потому что это все очень плотно связано. Итак, друзья, много предисловия. Давайте с вами поговорим. Ну, в принципе, это я уже вчера читала, о чем мы с вами будем говорить сегодня, повторюсь, да. То есть мы сегодня с вами разберем, как ваше питание связано с гормональными сбоями. Как можно повлиять на гормональный фон без заместительной терапии. Как восстановить вес и сексуальную активность. Потому что у многих женщин и мужчин наблюдается снижение либидо. И из-за этого возникают проблемы в семье, проблемы в отношениях. Поэтому сегодняшняя тема, она вам поможет и отношения в семье наладить. Тогда, когда вы наладите питание, когда вы поможете своему мужу понять, как питание влияет на его мужскую силу. И когда вы поймете, как питание влияет на вашу женскую силу, на вашу сексуальность и на ваш гормональный фон. Как взаимосвязаны системы организма и почему иногда не работают ограничения калорий и кардионагрузки для тех, кто у нас имеет лишний вес. Ну и соответственно, как сохранить здоровье и стройное тело на долгие годы. То есть обобщающие факты, которые позволят вам или путем поиска самостоятельного, или путем прохождения тренинга совместного вместе с нами, с Еленой, вы сможете свое здоровье восстановить и заняться его профилактикой. То есть те знания, которые вы получите, они в любом случае помогут вам в будущем сохранять здоровье и внутреннее эмоциональное состояние на хорошем уровне. Итак, какие факторы влияют на вашу стройность и сексуальность? То есть на те же самые гормоны. Первое, что хотелось бы сказать, это то, что все эти пункты являются одинаково важными и ни один из них нельзя исключить, потому что стоит лишь нам забыть об одном из аспектов, о которых я буду говорить, вы столкнетесь с проблемами со здоровьем по-любому. Почему? Начнем с первого. Мышление, реакция на события, окружающие нас, наши действия, сохранение эмоций, которые мы испытываем. То есть то, как мы думаем, то, как мы реагируем, то, как мы получаем и переживаем стресс, влияет на наше физиологическое здоровье. Если у вас внутри сидит обида, гнев, ярость, зависть, контроль, еще какие-то негативные эмоции, они производят физиологические изменения работы ваших органов, мышц и, соответственно, кровообращения, насыщения кислородом и питательными веществами. Почему? Потому что тогда, когда мы, скажем, возьмем страх, просто страх, что-то случилось, мы испугались, или шли, упали, или ребенок коленку разбил, или, не дай бог, мужа с работы уволили, или еще что-то. Когда мы испытываем страх, это эмоция, которая физиологически сжимает наши органы, какие-то определенные, да, я сейчас не буду углубляться, скажу просто в целом. И у нас происходит зажим внутренних органов, то есть они сжимаются буквально в буквальном смысле. После этого нарушается течение энергии, течение крови, течение, то есть работа лимфатической системы. Если зажимы мышечные еще наблюдаются, то еще происходит нарушение работы лимфатической системы. И я понимаю, что сейчас рассказываю такие вещи, и вы подумали, да, ну а вот что же делать, ну стресс есть у всех и так далее, и вот как вообще жить без стресса, и как жить без негативных новостей, нам без них скучно, да. В конце я дам техники самовосстановления, дам какие-то рекомендации, которые помогут вам выбрать тот путь, который поможет вам расслабиться, восстановить работу внутренних органов и так далее. Сейчас я просто упоминаю причины. Наша реакция на какие-то события, тогда, когда мы раздражаемся, когда мы эмоционально волнуемся, когда что-то хотим сказать, там, не знаю, происходят какие-то социальные конфликты, хоть в магазине, хоть в парке, хоть в детском садике, хоть на работе или дома в отношениях. Все эти факты влияют на наше здоровье, в частности, на работу щитовидной железы. Уж коль у нас сегодня с вами будет акцент на эндокринную систему, я буду упоминать сегодня щитовидную железу очень часто, да, потому что она является, ну, королевой, собственно. Я, вы знаете, я вот даже порой вот так вот задумываюсь, кого же назвать королем-королевой. Они все важны, и ни один орган не может быть исключен, даже аппендикс, в принципе, да, без него могут быть проблемы. И, соответственно, здесь мне просто хочется эндокринную систему выделить и сказать, что щитовидная железа действительно королева, потому что от нее зависит наш внешний вид, наша красота, наша стройность, наша энергия, наше самочувствие, да. И если мы испытываем стрессы, если у нас происходят какие-то психологические затыки, с которыми мы не справляемся, то это все копится, и в результате это все сказывается в один прекрасный момент, когда стакан переполнен, он опрокидывается, и тогда беда. Именно поэтому необходимо ежедневно уделять время хоть медитации, хоть асанам-йоге, то есть то, что вам ближе, то, что вы понимаете, то, что вы принимаете. Я расскажу, какие могут быть медитации потом в конце, да, то есть как просто хотя бы расслабляться, не имея каких-то определенных знаний, какой-то культуры, которая пропагандирует медитации, да. Просто расслабление, оно тоже дает вам возможность восстановления организма, восстановления здоровья, потому что для нашего организма очень важно именно в какой-то момент, когда перенапряжение расслабится. А мы же не можем, мы не можем отпустить борщи, кастрюли, там, школы, оценки, дневники, носки мужа, работу мужа, ипотеку, машину и так далее. Мы не можем расслабиться, мы не умеем этого. А это очень нужно, именно поэтому нам нужно выезжать на природу, нам нужно просто закрываться от своей семьи в отдельной комнате и слушать какую-нибудь приятную музыку, которая вам по душе расслабится. Если надо, намажьте физиономию хоть сметаной, хоть ягодами, хоть чем. Это не важно абсолютно, как оно действует. Я хочу сказать, что здесь дело не в маске на лицо, а в том, что когда на вас огурцы или клубника, которая пачкает, вы особо бегать не можете и варить свои борщи, и проверять дневники. Вы будете лежать, вы будете расслабляться. То же касается мужчин. Ладно, если вы не хотите клубнику на лицо мазать, но возьмите хотя бы себе, сделайте ванночку из теплой воды с солью, посидите, почитайте какую-нибудь хорошую духовную литературу, послушайте музыку, отключитесь, закройтесь от вашей жены и детей и расслабьтесь на полчасика. Позвольте побыть наедине с самим собой. Вот тогда, когда мы закрываем глаза, когда мы начинаем отключаться от внешнего мира, слушаем музыку, хоть мантры, хоть молитвы, не важно что, во что вы верите, то и делайте. У нас организм начинает восстанавливать клеточки, он начинает самоисцеляться, он начинает диагностировать в себе проблемы и посылает скорую помощь. Также очень важно, вот я сейчас скажу, здесь этого не написано, но важно сон. Вчера Елена уже говорила, да, как надо ложиться спать, как вставать. Я скажу это именно с процессов биохимии. Биоритмы, питания и вот те вещи, которые Елена вчера говорила. Это, как сказать, одна сторона 3D, вот у меня сейчас будет другая сторона 3D, просто биохимия элементарная. У нас гормональные процессы работают в организме тоже по определенным биоритмам. И соответственно, если мы не ложимся спать в 10 вечера, в пол 11 вечера, то мы рискуем не быть в той фазе сна, которая необходима к 12 часам ночи, для того, чтобы вырабатывался мелатонин. Мелатонин – это гормон, который контролирует работу других гормонов, который отвечает за стройность, за молодость, за красоту, за наше физиологическое состояние, за нашу сексуальную энергию, за наше очищение организма. И вот если мы работаем ночью, вот я вчера читала, что многие из вас работают ночью или вечером и смещать вообще все биоритмы, спрашивали даже, как питаться, если работа ночью, я скажу однозначно, и это не издевательство. Менять работу, дорогие друзья, ни одна работа, никакие деньги не стоят загубленного здоровья. Вы потом не напасетесь тех денег, чтобы лечить то, что вы сейчас запустите. Если работа любимая, как мне написали вчера, или может не вчера, я уже даже не помню, я постоянно общаюсь с народом, все время идет переписка, написали, что работают ночью, и что работа любимая. Ну, я тогда даже не знаю, что ответить. Насколько надо себя не любить, чтобы ради любимой работы гробить свое здоровье? Подумайте об этом, пожалуйста. Я хочу сказать, что как бы ни сложилась ваша жизнь, у вас в жизни могут быть ситуации, которыми вы управляете. То есть, в принципе, они все управляемы. Просто вопрос в том, что мы ставим себе рамки ограничений, что мы говорим, что я не могу себе этого позволить. И вот, пожалуйста, вселенная сработала. Ну, раз не могу, значит, живем так. И вам не посылается даже возможности или шансов. Я хочу сказать, что у каждого человека есть возможность изменить свою жизнь. Неважно, если у вас ясельные детки, если у вас детсадовские детки, если у вас школьники, если у вас взрослые дети, если вы сами уже пожилого возраста. Все равно, если вы сильно захотите, вы можете изменить свою жизнь. Вы можете собрать вещи и переехать в другую страну. Вы можете попробовать начать заниматься другим бизнесом. Вы можете попробовать поменять работу. Запопробовать денег не берут. Вы можете делать что-то. Если вы начнете делать, у вас однозначно будет результат и что-то начнет меняться. И если вашим стрессовым фактором является работа, если вашим стрессовым фактором являются нарушенные биоритмы, если вы вынуждены ночами не спать. У меня муж проработал в те тяжелые времена, когда у нас стресс был в прошлом году. Был момент, он работал два месяца на фабрике по упаковке тортиков и салатиков. У нас фабрика есть, там в Латвии мы тогда были. За эти два месяца это просто было страшно на него смотреть, потому что человек уходил на работу в пять вечера и работал до трех ночи. И поскольку транспорта не было, он семь с половиной километров пешком шел ночью обратно. Это такой стресс физиологический для организма. Он не жил тогда. Он просто ел, спал и работал. Все. Он спал потом до четырех вечера, он кушал один раз и уходил на работу. И причем работал он в холодильнике, где температура плюс четыре. Как вы думаете, о каком здоровье можно говорить? Даже несмотря на то, что там платили достаточно приличные деньги. Мы отказались от этой работы, мы начали искать варианты, сейчас мы там, где мы есть. Мы на круизах, мы по Европе катаемся. Стоит лишь захотеть. Даже после какого-либо падения тяжелого, физиологического, финансового, вы можете восстановиться. И не говорите мне, что это не так. Потому что я знаю очень много людей, окружающих меня, которые падали ниже плинтуса несколько раз. Мы сами падали. Поэтому все в ваших руках. Но об этом уже другие тренинги. Это будет тренинг по реализации мечты, целей. К нему мы тоже придем. Второй пункт – самооценка. Если в вашей жизни присутствовали какие-то факторы, которые повлияли на вашу картину мира, на вашу самооценку, если кто-то вам сказал, что вы недостойны, что вы не сможете, что вы не будете, что вы должны быть таким, а не другим, это навязанные стереотипы, это навязанная картина, которая порой абсолютно несовместима с тем внутренним миром, который есть внутри вас. И тогда начинается конфликт, и это снова стресс. То есть мы испытываем эмоциональный, психологический стресс, который переходит на физиологический уровень. И соответственно, тогда, когда мы соглашаемся с тем, что нам сказали, внутри конфликт, но мы соглашаемся, мы ничего не меняем. Мы приходим туда, куда мы приходим. Мы приходим к заболеваниям, мы приходим к проблемам всех наших органов постепенно. Если мы все-таки не соглашаемся, если мы продолжаем развиваться, если нам сказали, что мы некрасивы, но мы все-таки нашли в себе что-то хорошее, мы полюбили себя, это уже другие техники, опять же, я сейчас говорю просто о самой вообще теме. Если нам сказали, что мы больны и мы не сможем исцелиться, но мы с этим не согласились и мы ищем пути к самоисцелению. Если нам сказали, что мы не сможем построить карьеру, но мы все-таки не согласились и самореализовались в какой-то другой сфере или все-таки сделали карьеру. Если мы не соглашаемся с тем, что нам говорили окружающие, те, кто нас воспитывали, неважно, пускай это будут родители, пускай это будут еще какие-то люди, воспитатели, там, менторы, учителя и так далее, да, все, начиная с детского сада, заканчивая вузом. Если вы принимаете их установки, то вы ведомы. Если вы эти установки не принимаете, вы ведущие. И вот я вам рекомендую переосмыслить, проанализировать вообще вашу жизнь и посмотреть, где кроется вообще корень конфликта. Возможно, вам навязаны вот эти самые стереотипы мышления и поведения, которые совершенно не совместимы с вашей внутренней гармонией. С вашим внутренним миром. И тогда не стоит просто продолжать так жить, борясь и там чего-то. Ну, это сложное состояние, когда вы внутри себя боретесь, когда вас не устраивает ситуация, но вы вроде как смирились. Но все равно внутри бунт есть. Это надо менять, потому что вот этот внутренний бунт, вот этот вот как бы конфликт и борьба без борьбы со смирением, это ужасный стресс для организма, который в любом случае скажется и на работе щитовидной железы, и на работе других органов. Повышать самооценку можно разными способами. Есть у нас отдельный тренинг, и я буду его давать, его получат все, кто будет участвовать в тренинге по здоровому питанию, экология, здоровье 2.1, да. И я вам хочу сказать, что после этого тренинга у нас очень много, у меня порядка 400 отзывов, да. Потом, если будет интересно, я дам ссылочку, где их можно почитать. Это потрясающе читать, как человек меняет свою жизнь, меняет свою работу, меняет свое здоровье, меняет свои отношения в семье, находит новую любовь, находит новые отношения, если был одинок и так далее. И все благодаря тому, что мы немножечко поправляем программу в мозгах, когда мы снимаем ограничения, когда мы изменяем отношения к себе любимому. Потому что даже если у меня левая бровь ниже правой, или один глаз больше другого, или у меня талия не 60, а 78, это все равно еще абсолютно не значит того, что я являюсь каким-то дефективным человеком. И красота и прекрасное может быть и в большой талии, и не в таких глазах, как принято, и не в такой прическе, и не в таких руках или ногах. Есть огромное количество других качеств, которые делают человека прекрасным и неповторимым. Я помогаю найти эти качества. То есть я предлагаю вам заняться самоанализом и просто попробовать найти в себе сильные черты характера, сильные качества, какие-то таланты скрытые внутренние, которые, скажем так, перевесят те какие-то дефекты, которые, возможно, вы сами себе понапридумывали или услышали еще от кого-то, которые понизили вашу самооценку. Самооценка, конечно, это еще и социальный фактор, это и ваша карьера, это ваша финансовая ситуация. Но и здесь могу сказать, что, дорогие друзья, все в ваших руках. И я знаю это как никто другой. Тогда, когда мне еще буквально 5 лет назад, и потом год назад, вот, ну не год назад, а прошлой зимой, родители давали 20 лад в неделю на то, чтобы я купила хлеб, и я не могла самостоятельно оплатить свои коммунальные счета. Это унизительно до невозможности. И тут два варианта. Или вы соглашаетесь с этим и идете работать дворниками, или вы просто меняете свою жизнь, и вы начинаете получать нормальные, достойные деньги и жить там, где вы хотите. Все зависит от ваших внутренних настройок и от того, как вы действуете. Соглашаетесь вы с этим или нет. И это все влияет на физиологию. Почему я вот столько внимания уделяю, да, потому что наша психология, наши стрессы, наши какие-то ограничения, тараканы, которые живут в нас, они нас делают больными, немощными. И здесь два варианта. Или вы идете вперед, или вы стоите на месте. Стоять на месте невозможно, вы будете деградировать. И если у вас возникнут вопросы, я уже вчера сказала, в принципе, тоже не думала, но все-таки решила сделать подарок, да. Те, кто присоединятся к нашему тренингу, сделаю вам чудесный подарок. Подарю вам еще один курс стоимостью 5000 рублей. Я проводила в начале года, тогда, когда у меня бизнес попер, когда я поняла, как собирать базу подписчиков, как делать инфобизнес, как найти свою нишу и так далее, да. Я провела практикум для группы людей, половина из которых сегодня являются уже интернет-предпринимателями. И я хочу вам сказать, что в этом курсе вы получите информацию с нуля, как открыть свой инфобизнес, как найти свою нишу, как изменить свою жизнь. Почему инфобизнес и почему всех клонюсь сюда? Потому что, если вы не можете найти выход в своей стране, если вы не можете найти высокооплачиваемую работу и действительно реализовать свои знания, свое признание, найти, вернее, заниматься тем, что вы любите и получать за это деньги, то для вас открыт интернет. И сегодня в интернете можно заниматься огромным количеством различных вещей. Вы можете создавать свои интернет-магазины, вы можете продавать какие-то услуги, предоставлять какие-то сервисы, вы можете обучать людей, если у вас есть какое-то образование или даже если его нету, по-любому вы можете стать экспертом в какой-то определенной нише. И это даст вам толчок роста духовного и, как это называется-то, слово забыла, вылетело, да, то есть профессионального. Вы будете расти. Пять лет назад я совершенно ничего не знала ни о гормонах, ни о воде, ни о чем в принципе. Я просто интуитивно копала информацию, понимала, что здоровье где-то рядом, что надо вот всю вот эту информацию найти. Я ее искала самостоятельно в течение буквально вот четырех с половиной лет. И даже первые шаги, которые я сделала, они мне дали уже какие-то результаты. Мне стало интересно, и потом я поняла, что мне настолько все это нравится, что мне хочется делиться с людьми. Я уверена, что у каждого из вас тоже есть какие-то фишки, которые вы можете передавать, и за которые люди будут вам с благодарностью платить деньги. Больше или меньше, это уже вопрос третий, это неважно. Я просто говорю о том, что сегодня мне хочется расширить ваш кругозор и дать вам возможность думать не только о хлебе насущном, а думать дальше о саморазвитии, поменять свою жизнь, найти свою судьбу и как-то выправить ситуацию, если она вас не устраивает. Если у вас нет денег на обучение, если у вас нет денег на качественные органические продукты, и достаточно возможно для некоторых из вас дорогие органические продукты, то у вас есть возможность изменить ситуацию именно в финансовом плане и снять стресс. Вот этот вот стресс постоянной нужды, если таковой есть. Кто-то из вас уже успешен и там как бы вопрос снимается. Но я знаю, что просто больше половины народу пишет, да, хотим, но нет денег, что же делать. Вот я вам говорю, что все в ваших руках. Окей, дальше. По поводу питания. По поводу питания сегодня будем говорить, поэтому этот пункт сейчас комментировать не буду, но ясно и понятно, что без питания здоровье нам не видать. Чистота организма. Пункт, которому не часто уделяют внимание, а если даже уделяют, то в принципе уделяют на уровне поемки яотрубей, и все, значит кишечник чистый. Сегодня тоже расскажу, какие бывают загрязнения в организме, и каким образом нужно чистить организм. Потому что мало того, что у нас накапливаются слизи, мало того, что у нас накапливаются грибки, различные паразиты в нас живут. И, собственно, простите, но когда мы ходим в туалет, после нас не зайти час-два, да, ну бывает такое, если мы кушаем неправильно. Помимо всего этого, есть еще более глубокие вещи. И если мы занимаемся очисткой организма, то это надо делать грамотно, правильно, и начинать с правильных каких-то определенных вещей, для того, чтобы очистить каждую клеточку, для того, чтобы очистить весь наш организм, а не только кишечник, чтобы, ну, живот впал, да, потому что зачастую, когда говорю с людьми, вот что такое чистота организма, ну, это когда нет запоров и когда чистый кишечник. И дальше люди не задумываются. На самом деле у нас клеточки, каждая клеточка способна накапливать токсины, если нарушена работа лимфатической системы, если у нас межклеточное пространство, в котором есть, которое состоит из жидкости, если оно уже тухлое болото. А это, как правило, случается тогда, когда мы пьем неправильные напитки и едим неправильную еду. И именно поэтому чистота организма – это не просто отрывы по утрам, это гораздо все глубже. Это очищается полностью всей системы организма, вплоть до крови и лимфы. Следующий, по-моему, физическая нагрузка. Физическая нагрузка – это тема, которая тоже хромает у большинства из нас, потому что у нас работа, потому что у нас детки, потому что у нас нет времени, потому что у нас или позвоночник хромает, или еще что-то, или суставы болят. Как мы пришли к такому состоянию? Как мы добились такого? Ну, посредством нашей жизни. То есть это какие-то привычки нашей жизни, которые сделали нас, собственно, рабами ситуации. И вот эту ситуацию надо менять, потому что без физической нагрузки опять же нам не видать здоровья, нам не видать нормальной доставки кислорода и питательных веществ во все клеточки нашего тела, в том числе мозга. И если мы не занимаемся физической нагрузкой, простите, друзья, за резкие слова, но мы тупеем, потому что наш мозг не получает достаточно питания, достаточно кислорода и не способен работать в полную силу. И это действительно так, поэтому минимум минут 30-40 хотя бы активной ходьбы в день это нужно обеспечить для того, чтобы у нас улучшились обменные процессы. А в принципе есть определенные виды спорта, определенные виды гимнастик, которые помогут вам поддерживать хорошую работу лимфатической системы, которые помогут вам поддерживать в хорошем состоянии вашу кардиосистему. Каждому свое не всем подходят степперы и байки, не всем подходит плавание, не всем подходят еще какие-то виды нагрузки. То есть надо подбирать индивидуально. И здесь я дам такие общие какие-то показатели, рекомендации. Дальше вы выбираете сами, потому что я понимаю, что у нас физиология разная, что у нас разные проблемы со здоровьем, разный вес, разная возрастная категория. Тем не менее, даже пожилому человеку, которому трудно ходить, все равно необходимо все-таки что-то с собой делать, потому что если он ничего не будет менять, то через несколько лет он в принципе ходить не сможет. Если мы начнем с очистки, то потом и с правильным количеством воды, из правильных процедур именно по изменению рациона питания, и дома будем уже заниматься какими-то вещами, да хотя бы даже немножечко там двигать плечами, руками, то в принципе можно привести в нормальное состояние организма даже в пожилом возрасте. И это опять не просто с воздуха слова взято, это взято именно с опыта тех людей, с которыми я знакома, благодаря тем врачам, с которыми я общаюсь. Потому что у меня есть знакомые врачи, владельцы клиник, где восстанавливают людей с тяжелейшими отеками, с весом 130-140 килограмм, с диабетом, с нарушениями работы щитовидной железы и так далее, да, возможно привести организм в порядок. Почему это все рассказывают так долго, так нудно, может быть нудно, может быть нет, потому что я хочу, чтобы вы поняли, что надежда есть всегда, в какой бы ситуации вы ни были, всегда нужно верить в том, что и в вашей ситуации есть выход. Никогда нельзя сдаваться, никогда нельзя думать, что мой диагноз уже не излечим, никогда нельзя думать, что с моими болячками я уже ничего не могу. Всегда можно что-то делать. Другое дело, что, друзья, я не всем и не каждому смогу дать советы, и возможно, если есть какой-то диагноз и нарушения физиологические, там по позвоночнику и так далее, я вам не смогу дать совет, вам нужно будет обратиться к специалисту, но я по крайней мере постараюсь сегодня дать вам по максимуму информацию, чтобы вы знали, куда идти, с чего начинать и что вы можете делать самостоятельно дома, хотя бы даже контролируя то, что вы кушаете. Следующий пункт – состояние эндокринной системы. Эндокринная система, конечно же, это система отвечает за выработку половых гормонов, гормонов эндокринных органов, хотелось сказать, то есть за работу щитовидной железы. И если наша эндокринная система не в порядке, то будут проблемы или с одними органами железа, или с другими. Я потом чуть позже расскажу, что входит в наш эндокринное кольцо, так называемое, и расскажу вам несколько фактов, которые, возможно, вы не знаете, и вы будете удивлены. Состояние желудочно-кишечного тракта. Здесь отдельная песня вообще. Почему? Потому что с желудочно-кишечного тракта начинается все. И если у нас нарушено пищеварение, если у нас дисбактериоз, казалось бы, проблема не особо важная. То есть, когда я раньше жила, я вообще не задумывалась о том, что дисбактериоз и какое-то нарушение микрофлоры может настолько пагубно сказаться вообще на здоровье и нарушить работу эндокринной системы, привести к нарушению работы щитовидки. То есть там же не только стрессовый фактор. Там начинается все очень издалека. И если у нас нарушена микрофлора, если у нас происходит ее отсутствие, то есть если ее в принципе нету. А почему нету? Потому что мы порой кушаем много бродильных продуктов, много гнилостных продуктов. Мы кушаем молочные продукты в неправильное время, в неправильной кондиции. Мы кушаем сахар, мы кушаем крахмал, мы кушаем белую муку, мы кушаем мясо, мы порой перемешиваем углеводы и белки. И это порождает проблемы, серьезнейшие проблемы с пищеварением. То есть уничтожается та микрофлора, которая есть в нас. И тогда, когда у нас нарушена микрофлора, когда ее нету, полезной, хорошей микрофлоры, у нас происходит синдром гриалокишечника так называемый. То есть у нас уходит называемый биогель или слизь ворсинок. Это и есть микрофлора. И у нас открывается прямой вход в ворсиночки и туда начинают попадать ненужные вещи. То есть в природе все продумано настолько четко. У нас в тонком кишечнике есть ворсинки, которые всасывают питательные вещества. Если есть микрофлора, то все расщепляется нормально, то синтезируются аминокислоты и расщепляются белковые молекулы до аминокислот. И у нас в кровь попадают строительные кирпичики. Аминокислоты – это начальные кирпичики для построения гормонов. Дальше там необходимы минеральные вещества и при соединении они образуют какие-то определенные гормончики. По-разному. Гормоны вырабатываются в разных местах. Но я сейчас обобщаю картину. И представьте себе, что вот эта самая микрофлора, она является как бы биогелем, который покрывает эти ворсинки и защищает от преникновения ненужных всяких паразитов, бактерий, грибков, простейших, целых и поломанных белковых молекул, которые содержат обломки аминокислот. И это все защищает нашу кровь. Как только нарушается микрофлора, как только у нас происходит дисбактериоз, вот эта вся бяка, она начинает попадать в кровь. Ну, не прям вся и не сразу, но начинает. И, соответственно, тогда, когда в нашу кровь попадают обломки молекул белковых или целые белковые молекулы, не переваренные, не расщепленные, эти белковые молекулы являются антигенами. И на них начинается выработка антител. То есть, происходят неестественные процессы, происходит как бы защита иммунная нашего организма. И если копнуть дальше, вот если вы потом обратитесь к источникам, посмотрите видео лекции Марвы Вагаршакова-Наганьян, она об этом говорит, откуда лейкемия, откуда лейкоз, откуда повышенные лейкоциты, это откуда аутоиммунные заболевания. От пуза, от того, что мы кушаем неправильную еду и от того, что мы неправильно ухаживаем за своим желудочно-кишечным трактом. Оттуда все начинается. Аутоиммунные заболевания, это другая песня, я буду рассказывать в эндокринной системе, например, аутоиммунного тиреидита. Но хочу вам сказать, что следует более серьезно относиться к тому, что вы кушаете, как вы смешиваете продукты, в какое время вы кушаете. Потому что без этих знаний рано или поздно вы сломаете машинку. Если мы покупаем новую машинку, сейчас очень такая простая банальная метафора, но ее привозят практически везде адекватные медики. Когда мы покупаем дорогущую машину, мы следим за то, чтобы вливать туда правильное масло, правильный бензин и правильно за ней ухаживать. Но наше тело почему-то является сборником мусора. Мы привыкли, что какие-то продукты питания вкусно, что чебуреки – это обалденно. И мы их кушаем, не понимая вообще, что такое трансжиры и что они делают с нашим организмом. Что такое смешение белого клейстера муки, крахмала и белков. И как вообще наш организм, в каком шоке он пребывает и как ему все это переваривать. Это же просто невозможно по физиологическим каким-то меркам. Вернее, это возможно, но организм страдает и нарушает процесс пищеварения. Если мы перемешиваем белки и углеводы за один прием пищи, то у нас нарушается выработка ферментов, у нас нарушается, то есть по-любому будет выработка соляной кислоты, которая будет определенной концентрацией, определенной кислотности и значит будет привариваться или одно, или другое. То есть там уже свои фишки, если повышенная кислота, то мы получаем гастрит. Если мы кушаем много животных белков, мы получаем нарушение выработки ферментов поджелудочной железы, если мы получаем панкреатит и так далее. То есть по-любому идет нарушение работы системы. Почему? Потому что мы неадекватно питаемся. Почему мы так делаем? Потому что нас не учили, потому что у нас нет в школах образования по питанию. Нам в школах дают замороженные пиццы, кока-колу и бог знает еще что детям. Ну мы чуть-чуть получше росли, но у нас тоже было винегрет, компот, котлета с макаронами или с картошкой. Это что нормально? Это не нормально. Это неправильное питание. И именно традиции питания, которые зародились еще от наших бабушек, которые давали блинчики там с мясом, запекантики всякие, еда действительно очень вкусная и классная, но она не полезная. И сейчас вот, чтобы просто, ну шквал комментариев пропустить, я комментарии даже не вижу, специально не смотрю, именно для того, чтобы не отвлекаться от темы, вы меня извините. На комментарии я буду отвечать потом, после вебинара, поэтому все вопросы потом. Я сейчас просто пытаюсь предугадать, если кто-то из вас задаст вопрос, а почему же наши бабушки так кушали и меньше болели? Потому что пища была более насыщена полезными веществами, биологически активными, потому что было меньше синтетической и рафинированной пищи. Вот вам ответ. На сегодняшний день, обедненная почва, на сегодняшний день, уже абсолютно не стоит оглядываться на те таблицы по показаниям, сколько калия, фосфора, магния, селена и кальция в каких-то определенных растительных продуктах питания. Просто потому, что наши агрономы перестали соблюдать те правила, которые наблюдали те агрономы, которые растили пшеницу и другие культуры 30-40 лет назад. Сейчас выращивается, вот сейчас только начинает возвращаться, я вот читаю иногда, знаете, ищу информацию постоянно на эту тему, читаю аграрные форумы, сейчас начинают наконец-то понимать люди, что они, ну, что, то, что они, скажем, повысили производительность и вместо одного центнера вырастили там 3 центнера на один квадратный там, ну, условный километр или метр, неважно там, да, какой-то картошки или помидор, а того же селена фосфора и кальция, его осталось столько же в почве, там, магния, калия и так далее. И то есть, если раньше на центнер огурцов это все распределялось, то сегодня на 10, соответственно, пищевая ценность этого самого огурца снизилась в 10 раз. Я цифры говорю сейчас абсолютно абсурдные, но я думаю, что вы понимаете, о чем я говорю, да, я просто показатели сейчас не помню из головы. Я читала статьи на эту тему. И именно потому, что у нас нарушен баланс по получению питательных веществ, мы имеем те проблемы со здоровьем, которые мы имеем. И плюс еще мы смешиваем еду в неправильных соотношениях, в неправильных, как бы, ну, белки, жиры, углеводы и так далее. То есть мы кушаем неправильно, мы очень много кушаем рафинированной пищи, в которой даже если было что-то ценное, оно все удалено. И после этого мы хотим нормальное состояние эндокринной системы, нормальный гормональный фон и нормальное состояние золочного кишечного тракта. Смешно. Но, тем не менее, выход есть, и я вам сегодня постараюсь о нем рассказать. И потом приглашу вас на программу тренинга. Следующий пункт состояние крови и лимфы. У нас кровь на сегодняшний день может быть вязкой, жирной там и так далее. То есть могут быть разные проблемы с кровью, может быть нарушение количества эритроцитов, гемоглобина, анемия может наблюдаться, может быть повышенная жирность крови, то есть избыток плохого холестерина, огромное количество нарушений и проблем. Если у нас анемия, нас колят железом или кормят таблетками железа, что в корне неправильно, что нужно исключать. Почему? Потому что здоровому человеку, у которого не было операций, там каких-то кровотечений, ему не нужно железа, его достаточно. Ему нужно другое сбалансированное питание, ему нужен витамин С. Гемоглобин поднимается отнюдь не железом, а другими биологически активными веществами. Если кровь жирная, плохой холестерин, нам запрещают кушать жир, нам говорят меньше жирного, жареного, соленого, там и копченого, это все правильно, но нам при этом не объясняют, что нам нужен хороший холестерин для растворения плохого, и что нам нужно налегать на употребление лицетина. И сейчас, кстати говоря, пока помню, скажу, мне вот как раз один подписчик вчера написал, а что же делать, вот вы, Света, говорите, что надо кушать лицетин, а он же из сои. Соевый лицетин в граммах продается на многих сайтах, его можно везде купить, я его употребляю уже полгода, я хочу сказать, что показания крови по холестерину намного улучшились. Соевый лицетин не имеет свойств ГМО, почему? Потому что соя, она геномодифицированная, да, в основном, но лицетин это жирная кислота, это витамины В4, В8, и они не поддаются генной модификации, соответственно, если у вас встал острый вопрос, а как же кушать лицетин, я вас могу успокоить, лицетин вы можете кушать спокойно. Я, тут вопрос в начале вебинара был, если у меня медицинское образование. У меня его нету, но сейчас я прохожу обучение нутрициологии, то есть у меня через определенное время будет корочка нутрициолога, и, соответственно, я очень серьезно копаюсь в биохимии, стараюсь понять все процессы, учусь как могу, делюсь тем, чем пока имею. У меня еще порядка 40 часов лекции, и потом еще сдача экзаменов, да, то есть сегодня, что знаю, то говорю, да, поэтому не цепляйтесь к словам, и пускай у вас не будет камня преткновения, то что у меня нету медицинского образования. У меня есть моя история, у меня есть сотни отзывов от людей, которые поправили здоровье и вес с помощью моей методики, и я сегодня даю вам те безопасные, натуральные, естественные методы, которые не могут принести зла. Я никого не лечу, я даю вам знания и опыт, которые я прошла сама, это к вопросу о моем образовании. Вот по поводу лицетина могу сказать, да, что с точки зрения биохимии, троциологии, как хотите, так называйте, да, лицетин, соевый, вы можете употреблять без опаски, потому что он не является геномодифицированным продуктом. Далее, по поводу крови, мы с вами начали говорить, по поводу крови, кровь должна быть насыщенной питательными веществами, она должна быть свободна от токсинов, она должна быть правильного PH уровня, она должна быть правильной, в правильном соотношении эритроциты, гемогламина, и все остальное. И это все можно достигнуть посредством правильного питания, здорового питания. Что касательно лимфы, лимфа и кровь, в том числе и PH организма, межклеточных жидкостей, крови и других жидкостей организма, зависит от качества и количества жидкости, которые вы употребляете. И здесь могу сказать лишь то, что нам необходимо пить в обязательном порядке воду в достаточном количестве. И также следить за тем, чтобы в наш организм не попадали кислотные напитки, которые окисляют PH крови, которые окисляют PH нашего организма в целом и крадут кальций, то есть щелочные минералы. Что касательно PH, могу просто вкратце рассказать, что каждый день наш организм находится в состоянии некой в кавычках борьбы за уровень PH, то есть он всеми силами пытается сохранить PH крови. Каждый продукт, который мы кушаем, подразделяется на кислотные или щелочные. Каждая жидкость, которую мы употребляем, подразделяется на кислотные или щелочные. Вода насыщенная минералами имеет PH от 7 и выше, может 8, может 8,5. Лимонный сок имеет PH 9, является щелочным, это самый щелочный продукт, который мы можем употреблять для щелачивания крови. И если мы в нашем рационе питания допускаем, что у нас есть переизбыток кислотных продуктов, если мы пьем чай, черный чай, если мы пьем кофе, если мы пьем напитки какие-то, квасы, лимонады, фанты, кола, спрайты, кисели, какао и так далее, мы окисляем нашу кровь. И что происходит? Наша кровь в срочном порядке начинает искать щелочные минералы. Это калий, это магний, это кальций, это натрий. Поэтому нам порой хочется соленого, поэтому нам порой хочется огурцов или еще чего-то. Это нормальное естественное желание, потому что срочно требуется ощелачивание организма. Если мы слишком закисляем свою кровь, каждая бутылка кока-колы или фанты, каждая чашка кофе, она вытаскивает из вашего организма или свободный кальций, или вытаскивает кальций из костей. И в этом случае, если у нас есть недостаток кальция в рационе питания, если мы не обогащаем свой рацион питания достаточным количеством кальция извне, может быть с помощью каких-то добавок, если действительно адекватно реагировать на то, что у нас питание очень обедненное, то ясно и понятно, что если мы не съедаем полкилограмма творога в день, то нам кальция в принципе не видать особо в хорошем количестве. Да и то вопрос, какой кальций в твороге. Есть еще проростки, есть еще много хороших продуктов, но еще раз хочу вам сказать, что кальция много не бывает. Если мы употребляем органический кальций в правильном соединении, то есть есть еще одна загвоздка, мы можем употреблять кальция карбонат допустим, или кальция лактат, или кальция еще какой-нибудь гидрохлорид, оно все не усваивается, потому что это не те органические соединения, которые нужны нашему организму. Нам нужен кальция цитрат, кальция гидроксиапатит, причем есть свои фишки, кальция гидроксиапатит нужно запивать лимонным соком или кисленьким чем-то, потому что иначе опять не произойдет усвоение. Вот очень много тонкостей, чтобы выбрать правильные соединения минериальных веществ, чтобы выбрать правильные витамины и употреблять их в правильном сочетании, чтобы они не были антагонистами, чтобы они друг другу не выгоняли. Если допустим вы купили аскорбиновую кислоту и при этом получили прямо с дерева свежий лимон скушали и после этого съели аскорбинку, то тот органический витамин С, который находится в лимоне, будет изгнан из организма аскорбиновой кислотой, это синтетический аналог витамина С, и вы получите вместо пользы вред, потому что любой синтетический витамин, который вы употребляете извне, а их куча добавлена везде, у нас, например, те же хлопья Келлокс, допустим, я вот ходила по магазину, забавлялась тут на медне, спортивные хлопья и так далее, обогащенные синтетическими витаминами, токоферолоацетат, витамин Е, который порождает гормональные нарушения у женщин, то есть он на краткое время, если есть проблема, выписывается женщинам синтетический витамин Е, токоферолоацетат, и как бы он помогает, но потом впоследствии он как бы еще больше нарушений вызывает. То же самое витамина А, ретинолоацетат, то же самое витамин С, аскорбиновая кислота этих тонкостей, не знающий, как правильно покупать витамины, как покупать минеральные вещества, он может купить какой-то комплекс и нанести своему организму вред. К сожалению, сколько я сейчас изучаю различных комплексов в разных компаниях, и MLM, и не MLM, разные абсолютно источники, я смотрю все, что вообще попадает ко мне в руки и изучаю. Ищу идеальный комплекс, еще не нашла, потому что в любых комплексах, которые как бы содержат все витамины и минеральные вещества, во-первых, попадается синтетика, во-вторых, попадаются минералы и витамины антагонисты, которые друг друга вообще не принимают, которые друг друга обезвреживают, ну не обезвреживают, а наоборот, как это слово-то было, забыла, обезсмысливают, в общем. То есть, если вы употребляете, допустим, там, кальций с железом, то один другого нейтрализует. Вот почему каша с молоком, гречневая каша с молоком, она вроде как подходит, она вроде как переваривается, но кальция вы тогда не получите из молока, потому что будет конфликт кальция и железа. То есть, очень много таких нюансов есть, которые нужно учитывать при составлении сбалансированного рациона питания и приема нутриентов, если вы их принимаете извне. И вот, если у вас будет дисбаланс, то будут проблемы с кровью, будут проблемы со здоровьем, будут проблемы с гормональным фоном. Ну и, соответственно, лимфа, если мы говорим о лимфе, то однозначно нарушение водного баланса, недостаток жидкости в организме, он будет приводить вас к проблемам с лимфоочищением, то есть, с работой лимфатической системы, возможны отеки. Знаете, что самое интересное? Тогда, когда мы видим нарушение работы лимфатической системы обезвоживания, у нас могут быть отеки в то же самое время. То есть, отек – это не всегда переизбыток воды. Меня люди часто спрашивают, а что же делать? Вот я начала пить больше воды, у меня появились отеки, или я вообще не пью воды, у меня и так отеки, а что же будет, если я начну пить воду? Очень интересные реакции происходят в организме. Я вам хочу сказать, что для того, чтобы у вас нормально работали вообще системы организма, чтобы был нормальный водный обмен, чтобы было нормальное пищеварение, нормальная работа лимфатической системы, необходима та самая норма качественной, щелочной, насыщенной минералами воды, чтобы у вас жидкости были текучими, и чтобы у вас была правильная концентрация ферментов в желудочном, в соке тонкого кишечника, правильная концентрация соляной кислоты и правильная концентрация ферментов в слюне. Вот это все влияет на пищеварение, а ответ везде один, вода. И соответственно, лимфа тоже будет или нарушена, или будет нормально работать, если вы дадите достаточно или недостаточно воды. И отеки снимаются именно посредством увеличения количества воды и выводом из рациона питания сильных натрийсодержащих продуктов и копчености и консервантов. И плюс еще лимфу активировать можно, вот насколько я поняла, Лена будет давать какие-то интересные массажи, да, я только не поняла, когда, вчера, наверное, прослушала. И я вам расскажу просто, как воспользоваться услугами профессионалов, да, то есть в конце виндара дам какие-то наводочки, как сдвинуть с мертвой точки состояние, здоровья. Ну и работа внутренних органов, да, мы уже говорили об этом, да, вот вопросы, Галин, давайте договоримся, что и все остальные, не надо вопросов, как я отношусь к кальцию или к какому-то другому элементу какой-то фирмы, я не буду это комментировать вообще на вебинаре, эта тема закрыта, потом на тренинге я буду объяснять, какие соединения нужны, какие виды и буду давать рекомендации, куда можно пойти, какой сайт в интернете, набрать и где найти какого-нибудь дистрибьютора какой-нибудь компании, потому что у меня есть свои какие-то компании, я не являюсь как бы MLM дистрибьютором, строящим свою структуру, я не ищу людей, чтобы вербовать их к себе абсолютно, но я пользуюсь добавками где-то примерно компаний восьми разных, поэтому я хочу сказать, что я не буду комментировать ни одну компанию в прямом эфире, я потом буду на тренинге давать определенные знания по выбору добавок в любой компании и человек будет учиться читать этикетки сам, потому что не важно, как называется компания, важно, что она кладет свои добавки. Вот, дальше поехали. Что такое гормонный и гормональный фон? Да, такая интересная тема. Выработка гормонов зависит, я вам уже в принципе частично рассказала, сейчас еще раз пробежимся. Выработка гормонов зависит от количества и качества аминокислот, попадающих в ваш организм, то есть от источников аминокислот, от микроэлементов, которые вы употребляете в достаточном количестве и от порядка их употребления, потому что если вы, допустим, сейчас расскажу, съели куриную ножку для того, чтобы получить, ну или куриную грудку, вот это хороший пример фитнес-тренеров. Вы скушали вареную куриную грудку и потом запили таблеткой кальция, то я вам хочу сказать, что кальций вы потеряете, он не усвоится, потому что есть в курином мясе определенные химические вещества, которые не позволяют усваиваться кальцию, так же как и в шпинате и еще в других продуктах питания, да, то есть кальций это элемент, который нужно употреблять отдельно от других продуктов питания и вообще правильную схему составлять по приему нутриентов, если вы их принимаете извне. Если вы пьете кофе с молоком, то кальций уйдет на вывод, то есть на восстановление PH крови. Если вы скушали шоколадку и запили молоком, кальция вы не получите, потому что у вас подскочит уровень сахара и для нейтрализации уровня сахара, для нормализации уровня сахара в крови будет вырабатываться инсулин. Инсулин дружит с кальцием, то есть одно без другого невозможно. И соответственно для вывода сахара из крови понадобится определенное количество кальция. То есть опять мы не получим кальция. Опять кальций пройдет мимо нас. И вот эти все фишки нужно учитывать. Именно поэтому я вам и говорю, что я сегодня буду вам жестоко продавать много наших тренингов. И хочу вас уверить, что после прохождения тренинга у вас будет четкая ясная картина. У меня у вас таблицы методически разработаны. Все, у меня группа сейчас правда в шоке от количества информации. Но по крайней мере проясняется картина и человек уже через 2-3 месяца начинает разбираться вообще как дальше жить, что с чем кушать, как сочетать продукты между собой для того, чтобы получить максимум пользы. Потому что без этих знаний вы можете накупить добавок. В 258 компаниях у вас будет 40 банок на столе. Вы все их будете дружно пить и половина из них будет уходить в унитаз. Почему? Потому что есть свои правила употребления нутриентов. И соответственно свои правила употребления пищи. Потому что если мы неправильно сочетаем продукты, мы нейтрализуем их полезные свойства. От микроэлементов. Да, я уже сказала тоже, что есть микроэлементы определенные, которые нам нужны для создания гормонов. И вы все знаете, что для работы эндокринной системы нам нужен йод. Но мало кто знает, что печень у нас вырабатывает такую штучку, как т-юдиназу. И вот если печень не в порядке, если не вырабатывается т-юдиназа, фермент для создания гормона, да, для усвоения йода, то в принципе у нас не может потом нормально работать щитовидная железа и вырабатывать этот самый гормон. То есть щитовидка связана с печенью. Печень связана с ЖКТ. ЖКТ связан с вашим рационом питания. Возвращаемся на круги своя. Именно поэтому, если вы хотите привести организм в порядок, вы должны позаботиться о здоровье в целом и о том, чтобы та же самая печень получала правильные микроэлементы, витамины. Это группа витамина В, это лицетин в достаточном количестве и так далее. Есть еще другие вещи, которые нужно давать печени. Везде в любом случае нужен хлорофилл, то есть зелень. Побольше зелени кушать для того, чтобы было получение аминокислот и получение полезных веществ. От качества и процента усвоения пищи. Но теперь я думаю, что более-менее вы уже услышав третью часть моего вебинара, вы поняли, что качество усвоения и процента усвоения зависит от состояния ваших внутренних органов и от количества и от качества пищи и от количества и качества воды, которую вы употребляете. От состояния внутренних органов и желез тоже понятно, что наши гормоны зависят от того, как у нас работают железы, в частности, половые, эндокринные, железы головного мозга и так далее. Гипоталамус, гипофиз и так далее. То есть, если есть нарушение работы этих желез, если не работают нормальные надпочечники или почки, у нас по-любому будет нарушение гормонального фона. Если мы употребляем оральные контрацептивы, гормонозаместительную терапию, для того, чтобы не забеременеть, то у нас будут нарушения щитовидной железы рано или поздно. Еще куча других побочных эффектов. Что бы нам ни говорили гинекологи, самая лучшая защита от нежелаемой беременности это презерватив. Потому что свечи влияют на слизистые оболочки и на работу лимфатической системы. То есть, могут быть проблемы в испалении лимфатических узлов, если злоупотреблять свечами. Если вы употребляете оральные контрацептивы, значит, вы будете нарушать сами того, не зная и не желая работы эндокринной системы в целом и работы щитовидной железы. И от сна. По поводу сна я вам уже прокомментировала. Так. Какая же норма воды для человека? 30 мл воды в сутки, если вы приводите в порядок, то есть, если у вас происходит очищение организма, вы приводите в порядок работу лимфатической системы, то это 40 мл на килограмм веса в период очистки. Как побудить организм вырабатывать коллаген между позвоночными дисками проблема коллаген? Это опять взаимосвязь микроэлементов и витаминов. Эта схема у нас в 9 занятии тренинга идет. Это целая отдельная схема, потому что коллаген и эластин вообще для прочности соединительной ткани есть своя система и схема. Я ее даю на тренинге. Здесь ее рассказывать это еще 2 часа. У нас сегодня тема эндокринная система. Поэтому будем с вами двигаться дальше по эндокринной системе. Давайте еще раз договоримся. Я здесь смотрю, сейчас заглянула вопросов нереально много. Давайте потом вопросы, я все равно на них не буду сейчас отвечать. Я вам уже сказала, пожалуйста, уважайте других, потому что другие люди тоже читают комментарии, отвечают, тем более на них, отвлекаются и в результате не слышат то, что хочется услышать. Поэтому будем относиться с уважением друг к другу. Договорились? Я все равно сейчас буду как бы не игнорировать, конечно, но я буду не смотреть на комментарии для того, чтобы вам дать тему. Я вас очень прошу, подготовьте, пожалуйста, вопросы на конец вебинара и потом вы мне их зададите. И я с вами буду до последнего ответа, хотя нет, до отхода моего круизного лайнера. То есть я так посчитала, что сегодня я с вами могу провести 5 часов, потом я должна буду уйти. Окей, вопрос, что же такое здоровое питание для вашего тела? Давайте с вами еще раз повторим золотые истины. Это отсутствие синтетических продуктов питания, любой химии, которая присутствует, там красители, консервантов, стабилизаторов, усилителей вкуса и так далее. То есть еда должна быть простая, естественная и поменьше термически и каким-то другим образом химически обработанная. Окисляющих продуктов питания и напитков. Я понимаю, что невозможно это исключить, потому что есть кислотные продукты, есть даже ягоды, которые относятся к кислотным продуктам, то есть понижающим PH, но я имею в виду именно, ну что мы можем иметь в виду, полуфабрикаты, различные консервы, рыбу, мясо консервированные, все в разделах мясной и рыбной продукции, которая законсервирована, запаковано, какие-то мясные и сырные нарезки, рыбные нарезки, какие-то там консервированные маринады любые, да, то есть это все сильно закисляет, уксус это вообще в принципе очень сильно закисляющий продукт, причем любой, и даже тот же самый яблочный, хотя у него структура такая, что он как бы ощелачивает, но все равно там происходят дальнейшие какие-то цепочки реакций, и в результате, если вы, например, консервируете, то есть делаете какие-то консервированные огурчики, помидорчики, даже с яблочным уксусом, все равно там присутствует сахар, там присутствует как бы сам процесс консервирования, и это не совсем хорошо, поэтому лучше кушать свежие продукты, лучше кушать естественные, если вы хотите как-то подкислить салат или еще какое-то блюдо, используйте лимон, лимон это всегда сильно ощелачивающий продукт, он приводит ПАЖ в норму вашей крови, он помогает вам, он является антиоксидантом, и поэтому используйте вместо уксуса для салата для того же, или для соусов, для майонеза, если вы сами делаете домашний, настоящий майонез, используйте, пожалуйста, лимон. Далее, что касательно мяса, хочу сказать отдельно, да, вот много споров и много различных там теорий, нужно человеку мясо или не нужно, какие ему там животные, мясоеды, или как обезьянки, кушаем фрукты, то есть это уже все понятно, эта тема длинная, я хочу вам сказать, опять же, с точки зрения биохимических процессов в организме, что происходит, тогда, когда мы покупаем мясо, мы его приносим домой, ну, порой мы его замораживаем, потому что, там, не знаю, когда попадем в магазин или все не съедим, потом, по-любому, мы его вытаскиваем, мы его варим, жарим, запекаем, там, коптим, хоть как обрабатываем, неважно абсолютно, при термической обработке, при замораживании и термической обработке, это касается, кстати, и замороженных овощей, да, овощных смесей, разрушается структура аминокислоты, то есть, эта спиралька, она ломается, и тогда, когда мы употребляем приготовленное мясо, у нас снижается коэффициент усвоения этого самого мяса на 70%, остальные 10-20% мы теряем из-за нарушения работы пищеварительной системы и несоответствия кислотности и выработки ферментов, то есть, по сути, если мы скушали с вами 100 грамм вареной грудки, мы получили максимум 2 грамма белка, но при этом мы получили огромное количество гормонов роста и антибиотиков, чем кормят сегодня скотину на фабриках, да, скотина болеет, скотина подучая, и все вот эти вот несчастные и бедные животные, что индюки, что курицы, что куропатки, что свинья и корова, они все заколоты антибиотиками, то же самое касается и рыб, потому что рыбы тоже болеют, и если рыб разводят там на фабриках в неволе, есть такие морские как бы завоны даже, там все равно их прикармливают гормонами роста и антибиотиками, что из этого следует? Из этого следует, что тогда, когда мы кушаем рыбу или мясо, мы получаем какую-то дозу антибиотика и гормона роста, мясо хуже, рыба чуть-чуть полегче, морепродукты полегче, но все равно, Елена вам расскажет еще тонкости питания, я лишь скажу, что с точки зрения усвоения, получения полезных веществ, для получения аминокислот лучше употреблять растительную пищу, потому что растительная пища является первоисточником для создания белковой молекулы животного или рыбки той же самой, потому что та же самая корова, кролик или курица, она кушает травку или зернышки, получает растительный белок, из этого строится ее животное белковая молекула, тогда, когда она попадает к нам в организм, если, не дай бог, у нас еще дисбактериоз и мы получили полурасщепленную, недорасщепленную белковую молекулу в кровь, то что происходит? В этот момент происходит выработка антител, мы получаем как бы антиген, потому что это чужое, это как чужая кровь, если нам перелить кровь в чужую группу, мы можем умереть, мы можем не выжить, с мясом не все так плохо, мы не умираем сразу, мы умираем постепенно, потому что нас отравляют яды, биогенные яды и нас отравляют все эти нехорошие штуки, которые есть в мясе, плюс еще сам белок является антигеном для нашего тела и соответственно тело с ним борется, возникают какие-то дисфункции вообще работы нашего организма, именно поэтому если вот рассматривать мясо с этой точки зрения, а не с точки зрения кулинарии и так далее, это продукт абсолютно не нужный нашему организму, я не говорю сейчас про гурманов и про то, что еда должна быть с удовольствием, потому что да, еда должна быть, но поверьте мне, я уже убедилась сама, готовя по рецептам Елены, для меня единственный верный, правильный источник знаний по Аюрведе, это читали витских, я у них учусь, да, постоянно, и просто поражаюсь количеству вообще и качеству рецептов, которые оказывается есть, и как можно здорово жить без мяса, поэтому настоятельно рекомендую, потому что у меня хоть и образование повара, я повар, первое мое образование, кстати говоря, которое получала в 15-17 лет, это образование повара, кондитера, и я отлично умею готовить, обалденно вкусные штуки, но они далеко не полезны, вот, поэтому сейчас учусь с нуля готовить вкусную еду и учусь жить без мяса и уже почти без рыбы. И так, далее, что же нам необходимо для здоровья, для нашего питания, для того, чтобы получало питание наше тело, а не наши глаза и наши вкусовые рецепторы. Елена вам расскажет про то, как получать удовольствие от еды полезной, а я расскажу, что такое польза для организма, да, то есть мы, как уже Елена вчера сказала, мы две половинки единого целого, то есть мы дополняем друг друга, и я вам буду рассказывать именно с точки зрения каких-то процессов внутри, а Елена уже расскажет еще по вкусовым ощущениям и по ощущениям психологическим. Ой, боже мой, 500 тысяч. Да, запись будет, не переживайте. Итак, для нашего тела необходимы ферменты, и вот если мы с вами говорим о ферментах, то где, как вы думаете, мы можем получить ферменты? Из растительной пищи. Также есть ферменты в живой лягушке, да, в живом кролике, в живом, в живой корове. И вот эти ферменты, они помогают расщепить, ну, собственно, то, что мы кушаем, и усвоиться. Но поскольку мы не являемся хищниками и не едим сырую лягушку, сырую рыбу, или сырую, ну, сырую рыбу еще кто-то ест, но все равно она уже мертвая. Вот, но если кто-то кушает там, ну, вернее, если мы скушаем живую курицу, живую корову, или живого кролика, там будут ферменты, которые помогут нам расщепить это мяско и лучше усвоить. Но поскольку мы едим, простите, трупы, там уже ферментов нету. Соответственно, нам необходимо получать ферменты извне, другого происхождения, потому что наше тело вырабатывает ферменты. У нас вырабатываются ферменты под желудочной железой, в тонком кишечнике, у нас вырабатываются ферменты в слюне и так далее, да, то есть с нашей стороны, со стороны организма есть помощь, но нам нужна помощь извне. Так вот, если вы не способны сегодня отказаться от мяса, это все понятно, ко всему надо приходить гармонично. Попробуйте снизить его количество употребления, то есть если вы кушаете его каждый день, начните его кушать через день, потом через два, потом через три, потом через четыре, потом раз в неделю, да. Замените мясо, там скажем, свинятину, курятину и индюшатину, замените на баранину, потому что баранина по показаниям вообще всех, с кем я общалась и диетологов, да, это самое чистое мясо. Хоть оно и жирное, здесь вопрос не в жире, а именно в чистоте барана. Я уже не знаю почему, то ли их не колют, то ли их так не кормят антибиотиками, но у них меньше дряни. Переходите на барашку, снижайте количество употребления, если вы кушали раньше 300 грамм мяса, съедайте 150 и заменяйте количество вот этого вот мяса на количество зелени по возможности. Старайтесь кушать, но если нету доступа к зелени, тогда кушайте хотя бы там огурчики, помидорчики, то есть пускай это будет свежий растительный салат, какой-нибудь лук, черемша, если лето, если есть возможность, салатные листья, хоть шпинат, хоть петрушка, кинза, укроп, любая зелень, которая поможет вам переработать это самое мясо лучше, и поможет вам насытить организм аминокислотами, потому что зелень является отличным, великолепным источником аминокислот. Второй пункт, аминокислоты, соответственно, как я вам уже объяснила, рассказала, если мы получаем животный, лимон ощелачивает, потому что у него такая химическая реакция, то есть если взять форму вообще самой молекулы, PH у него 9, это ощелачивающий продукт, то что у него вкус кислый, это еще не значит, что он кислый продукт, у нас даже ягоды, есть сладкие ягоды, которые являются кислотными, они окисляют организм, а есть продукты из овощей, из фруктов, которые являются щелочными, лимон имеет самый высокий показатель. Светлана пишет, баран не успевает испугаться. Ну да, по поводу воды с лимоном, да, это уже жидкое питание, и воду с лимоном не следует пить в качестве получения воды, это жидкое питание. Вы можете выпить отдельно стакан лимонного сока, запив его немножко водой, чтобы сполоснуть зубы, чтобы не портиться эмаль, но если мы говорим с вами о воде, то вода должна быть чистой. Максимум, что вы можете добавить, это щелочные минералы коралловые. Если организм перерабатывает только белок, значит вы первый уникальный в мире человек, у которого организм перерабатывает только белок. Я вам хочу сказать, что я сейчас скажу банальную такую истину, но все мы из одного мяса, и у всех у нас одинаковые биохимические процессы. Они могут быть смещены в одну или в другую сторону, но если вы приведете свой организм в порядок, если вы восстановите начальные функции, то поверьте, ваш организм будет перерабатывать не только белок. И даже если согласиться с тем, что есть такие уникальные люди, у которых перерабатывается только белок, то белок белку рознь. То есть можно получать растительный белок. И мифы о том, что мясо поставляет нам незаменимые кислоты, являются единственным источником незаменимых аминокислот. Я уже опровергла, ну в смысле не я, конечно, да, я собрала информацию. Ученые уже давно доказали, что в растительных продуктах есть все незаменимые аминокислоты. И, соответственно, если сбалансировать свой рацион питания, то вы будете получать все необходимые аминокислоты в вашем рационном питании. И они будут перерабатываться. Следующий пункт – это жиры. По поводу жиров могу сказать следующее, что люди, худеющие, имеющие нарушение веса, очень часто отказываются от жира, от каких-то употреблений жирных продуктов. И при этом при всем, якобы на булочку не намазывая масло, но при всем при этом кушая ту же самую булочку или кусок какого-то хлеба или еще что-то, они не понимают, что в этом же самом, как бы в этой выпечке там или, ну что возьмем, где у нас там еще растительные жиры могут быть. Скрытые растительные жиры могут быть в огромном количестве различных продуктов. То есть нужно изменить качество жиров. Качество жиров. Нужно исключить из рациона все трансжиры, маргарин, растительные масла, которые подверглись высокой обработке, все фастфуды и так далее, копченое, выпечку любую, магазинную, потому что практически везде растительные жиры, шоколад дешевый, вот этот вот есть, конечно, качественный бельгийский шоколад, Коте де Ор, по-моему, называется, да, со слониками, там черный шоколад отличного качества. Есть еще более дорогие сорта шоколада в эксклюзивных органических магазинах, где вы можете найти хороший состав без растительных жиров. Хочете вам шоколада черного, возьмите, съешьте плитку уже и успокойтесь. Вы, во-первых, плитку в жизни не съедите, черного шоколада, во-вторых, вы не получите столько вреда, то есть вы рассосете кусочек черного шоколада, вы насытитесь вот этим запахом и вкусом, одурманивающим просто, вы получите свой курсус вертонин и будете счастливы. Потом после занятий Елены перейдете на Кэроп, будет вам счастье, да, но если сильно хочется, старайтесь покупать продукты, читать этикетку, чтобы не было в составе растительных жиров, измененной молекулярной структуры. То же самое относится к маслам, которые вот по-английски называются, например, Extended Oil. Это, если перевести прямо, то, ну, прямо в буквальном смысле, удлиненное масло, не знаю, как еще, то есть для более длительной термической обработки. То есть его используют для фритюра, я сама раньше такого покупала, когда дома картошечку фри, жарила своим мужчинам, любя их, да, то есть было разных перегибов, маргарин покупали, потому что он мягкий, почти вкус масла и так далее. Но проблема в том, что трансжири, они практически, ну, очень сложно выводятся из организма, и они нарушают вообще наше здоровье, еще как. И если трансжири откладываются у нас, то их потом выгнать, это, ну, чрезвычайно сложно. Именно поэтому следует обязательно менять качество жира, но жир должен быть в вашем рационе питания, потому что без жирных кислот у вас не будет биохимических процессов. Льняное масло пить утром натощак. Так, давайте вопросы потом. Вот не буду я отвечать, я просила уже 10 раз, попрошу 11-й, пожалуйста, все вопросы в конце, потому что мы будем отвлекаться. Я все вам расскажу в конце. Пока я буду рассказывать то, что у нас идет по теме. Что касательно витаминов и минеральных веществ, я вам уже рассказала достаточно. Что касательно воды, вода необходима нам. Я вам сейчас простой пример из своих прошлых вебинаров приведу, которые я уже, в принципе, практически не рассказываю. Смотрите, друзья, вы идете спать вечером, и ночью вы дышите, вы потеете, с утра вы бежите писать. Ну и в лучшем случае, простите, еще и покакать. То есть у нас происходит потеря жидкости. И с утра у нас эта потеря жидкости составляет от полулитра до полутора. Если сильно обезвожен организм, будет потеря полулитра. Если более-менее в нормальном состоянии водного баланса, то потеря примерно полутора литра. И если мы с вами с утра не начинаем утро с того, чтобы выпить стакан 2-3 хорошей, качественной воды, то усвоение завтрака будет нарушено именно в плане выработки ферментов, соотношения соляной кислоты и соотношения ферментов. То есть нам для одного употребления пищи, для переварки одного, переваривания одного обеда, завтрака, ужина, неважно чего, нужно примерно 3 литра свободной жидкости в нашем организме. Если мы не пополняем эту жидкость, то у нас происходит нарушение всего вообще процесса пищеварения. У нас начинаются запоры, это уже как бы третья стадия, то есть после пищеварения у нас там начинаются запоры, мы не можем сходить в туалет нормально. У нас начинает подниматься давление, потому что нарушается работа почек. У нас нарушается огромное количество других энергетических обменов, в организме, потому что знаете, да, про молекулу АТФ, про то, что водичка, она помогает нам вырабатывать энергию. То есть вода участвует практически во всех процессах в нашем организме. И если мы не даем организму достаточного количества воды, то мы, соответственно, не можем ожидать нормальных, адекватных обменных процессов в организме. Поэтому первое важное правило, если вы хотите восстановить здоровье, начинайте с малого, начинайте с того, что вы нормализуете употребление воды в сутки. То есть это 30, и пока идет очистка, а очистка нам необходима, однозначно, прямо чуть ли не сегодняшнего дня, это 40 мл воды на килограмм веса. Конечно, если вы весите, допустим, сейчас 80 или 100 кг, 3-4 литра воды выпить сложно, но в течение месяца вы можете довести количество воды до нормы. И я могу сказать однозначно, что пока вы будете доводить до нормы количество воды, у вас пойдет вес вниз. То есть вы будете снижать вес за счет того, что у вас будут выходить токсины, из-за того, что у вас будут улучшаться обменные процессы, благодаря даже просто одной воде. И, соответственно, вам нужно будет воды все меньше и меньше. Но не надо будет 3-4 литра пить. Ну и последний пункт это кислород. По поводу кислорода много разных мнений. Есть разные гимнастики, есть разные дыхательные техники и так далее. Я могу сказать то, что без кислорода не происходит, опять же, ни одного процесса в нашем организме. И без кислорода клетчика умирает в течение 2 минут. Именно поэтому нам необходимо дышать глубоко, нам необходимо дышать правильно, нам необходимо насыщать наше тело кислородом. Для этого нам нужно бывать не только за компьютерным столом у монитора, нам нужно бывать на природе, в лесах, у моря, на полянах, выходить куда-то по возможности, хотя бы в парке, если нет возможности куда-то уехать, но хотя бы в парк выходить. Ходить, больше двигаться, потому что, когда мы двигаемся, тогда тело насыщается кислородом, происходит больше реакций. И хотя сама реакция кислорода, она окисляющая, то, ну, все равно в цепочке реакций, да, кислород в конечном как бы варианте, он помогает ощелачивать организм, то есть он помогает восстанавливать pH-уровень. Именно поэтому по поводу кислорода стоит задуматься. И сейчас хочу вас спросить, вот у вас тут бурные переписки идут, да, вот давайте-ка ответьте мне, пожалуйста, на вопрос. Сейчас вот вы сидите за компьютером, понаблюдайте за собой, вы дышите только верхней частью, то есть верхней, грудью, или вы дышите диафрагмой, животом. Давайте-ка с вами поговорим, интерактивчик устроим, а то вам хочется писать. Пошли отеки на ногах, прошли отеки на ногах. На здоровье, животом, грудью, верхом. Вот, смотрите, те, кто дышит животом диафрагмой, молодцы, те, кто дышит грудью, понаблюдайте сейчас, что с вашими плечиками. Плечики, наверное, опущены, грудная клетка как бы опущена вниз, прямо на живот как бы опущена, да, то есть мы сидим сутуло, согнувшись, прямо вот, ну, воткнувшись в монитор или в тетрадку, записывая, да, чувствуете? А теперь попробуйте сделать круг плечами, просто распрямить спиночку, отвести плечики назад и опустить лопаточки вниз, поднять подбородок и вдохнуть полной грудью на четыре счета, так, чтобы у вас еще и диафрагма наполнилась воздухом. Ну, сидя, да, но тем не менее можно, да, попробуйте вдохнуть три-четыре раза, вдохните на счет четыре, на раз, два, три, четыре, вдох, и потом раз, два, три, четыре, выдох, глубоко, и просто понаблюдайте за собой, и, ну, контроль нужен, понятно, да, контроль, поначалу контроль, а потом уже бесконтрольно дышите, нормально. Вот сейчас, когда вы дышите глубоко, послушайте, как у вас, понаблюдайте за собой, попробуйте ощутить, что у вас происходит в органах малого таза. Когда вы дышите полной грудью, когда вы набираете воздуха так, что вот прямо аж диафрагма раздувается, надувается. И напишите. Я вам пока буду рассказывать, да, тепло везде пошло, это значит, улучшился кровоток, да, это улучшилась доставка кислорода, это улучшилось течение крови и лимфы, пускай даже на вообще одну сотую от того, что должно быть, но оно улучшилось. Организм человеческий, он устроен таким образом, что все взаимодействует, все продумано, и тогда в тот момент, когда вы дышите глубоко, у вас происходит как бы массаж внутренних органов, у вас улучшается работа органов малого таза, у вас приливает крови кислорода, питательных веществ к женским и к мужским половым органам, у вас улучшается кровообращение в конечностях, да, то есть в ногах, у вас улучшается кровообращение во всем теле. И вот если вы будете помнить о дыхании, это понятное дело, что сложно, возьмите себе яркий стикер, на клейте на компьютер, и просто заведите дневник вообще успеха и своих действий, и в частности дневник здоровья, по поводу воды, по поводу кислорода, по поводу питания, жирных кислот, и каких-то еще определенных вещей, которые вы делаете, да, и отмечаете, как только вы начнете себя дисциплинировать, могу вам сказать четко, однозначно, что через определенное количество времени, вы будете дышать полной грудью, и ходить с прямой осанкой. Еще могу вам сейчас дать фишечку, если хотите, вот нас сейчас, давайте посмотрим, сколько у нас народу, о, классно, 800 человек, больше 800, вы давайте дружненько все встанем, все 820 человек, встанем, подойдем к стеночке, прямо сейчас, и просто возьмите, прижмите, ну, я понимаю, если много лишнего веса, это будет сделать достаточно сложно, но тем не менее, если возможно, попробуйте это сделать, подойдите к стенке, встаньте спиной к стене, и прижмите, пожалуйста, пяточки, голени, ягодицы, лопатки, насколько возможно, плечи и затылок к стене, и постойте минуточку, вот так вот, пока я вам рассказываю, да, смотрите, вот у нас был первый слайд, как влияют вообще различные аспекты на наше здоровье, в том числе, наша самооценка, ну, на работе, значит, тогда дома потом сделаете, я вам хочу сказать, что вот это упражнение называется осанка морского котика, и если вы будете себя дисциплинировать, и каждый день стоять, начиная там от 30 секунд, или от минутки, вы можете довести до 15 минут, у вас потом память тела будет срабатывать, у вас будет прямая осанка, и это напрямую будет влиять на повышение вашей самооценки, а значит, на снижение стресса, и на улучшение физиологических процессов, при такой осанке лучше и легче дышится, соответственно, как только ты будешь так дышать, уже будет, вернее, как только будет такая осаночка, уже захочется дышать нормально, правильно, и у вас будет выравниваться осанка и дыхание, и таким образом вы будете не только повышать самооценку, не только улучшать свой внешний вид со стороны, вы будете улучшать процессы дыхания, процессы насыщения кислородом, улучшения кровообращения и так далее, То есть вы сможете получить гораздо больше физиологической пользы. Попробуйте это делать, живот перевешивает. Ну ничего, мы с вами пройдем очистку, займемся вообще физкультурой и наладим питание, живота не будет. Я хочу сказать, что живот тоже уходит и нормально все. Хорошо, друзья, молодцы, кто сделал. Попа мешает прижаться, ничего страшного. Умнички, умнички, молодцы. Ладушки, поехали дальше. Так, по поводу кислорода все рассказала. Хочу сказать, что вот это вот поршневидное такое давление, тогда, когда вы дышите, оно производит массаж внутренних органов и оно усиливает, оно как бы проталкивает кровь и лимфатическую систему, активирует. Тогда, когда вы дышите, то есть это хорошо нам для ножек, это хорошо для варикоза, чтобы его не было, это хорошо для целлюлита, чтобы его не было, это хорошо для наших стройных форм и для нашей упругости кожи. Ну вот, молодцы. Хорошо, поехали дальше, друзья. Вы еще не устали? Поставьте мне, пожалуйста, процентуально, насколько вы готовы еще, то есть по десятибальной шкале, насколько вы готовы еще сидеть два часа и слушать. Как оно у вас? Десяточки. Ну, отлично. Хорошо, я сейчас посмотрю, какой у нас следующий слайд. Вижу одни десяточки, это радует и вижу людей, которые уже у меня на тренинге занимаются. Сейчас вот этот слайд вам прочитаю и дам вам время сбегать в места не столь отдаленные и потренировать попу. Сбегать по лестнице вниз на первый этаж, вернуться на пятый обратно или подняться на пятый и спуститься вниз, чтобы немножечко активировать наше тело, потому что сидим мы уже долго. Смотрите, для лучшего усвоения пищи, что нам нужно? Во-первых, нам нужна вода в достаточном количестве, это я надеюсь, что я вам уже объяснила достаточно понятно. Спасибо вам, друзья, за десяточки, у Вани вон единицы, наверное, уже сильно устал, но сейчас сделаем перерыв. Второе, пережевывать пищу 33 раза. Знаете, такое смешное, да, на все 33 зуба. Вы можете сейчас написать, сколько раз вы пережевываете пищу. Вот просто задуматься, вспомнить, сколько времени у вас уходит на употребление одной трапезы и сколько раз вы пережевываете каждый пищевой комочек, который попадает вам в рот. Вот смотрите, друзья, 5-7 это стабильное число, которое практически у большинства людей происходит. С зубами, да, с зубами, когда проблема, тем более тяжело. Но тем не менее, когда вы жуете, вам нужно пережевывать от 20 раз, то есть минимум 20, а то и 30. Почему? Потому что, когда вы употребляете любую еду, неважно какую, пускай это даже будет вареная, запеченная картошка или тыква, которая так мягкая, вы насыщаете, у вас вырабатывается слюна, и слюна вырабатывается вместе с ферментом, который начинает расщеплять. У нас пищеварение происходит уже во рту, вы это все знаете и помните. И для того, чтобы у нас лучше усваивалась та пища, которую мы кушаем, вам необходимо улучшить проникновение ферментов и слюны в пищевые комочки. То есть их нужно разжевать очень тщательно. Именно поэтому необходимо жевать 33 раза, да, ну хотя бы 20, для того, чтобы у вас еда усваивалась лучше и вы получали больше полезных веществ из того, что вы кушаете. Следующее правило, не запивать еду. То есть вы видите, первый пункт, вода в достаточном количестве, но вода должна употребляться за полчаса до еды или через час-полтора после еды. Чай с бутербродом это вообще не еда, почему? Потому что бутерброд это хлеб, хлеб как правило с чем-нибудь, то есть это перемешивание. Во-первых, вы кушаете клейстер, крахмал, который не может усвоиться просто по законам биохимии, без шелухи, да, без отруби, без клетчатки. И во-вторых, если вы смешиваете с сыром, с мясом, с чем-либо, с яйцом, то это уже смешение углеводов и белков, это нарушение всех нормальных, адекватных правил пищеварения. Да, правильно. Окей, по поводу воды, я написала, вода в достаточном количестве, это означает, что мы пьем до и после еды. После еды, если вы кушали тяжелую еду, белки какие-то, то часа через полтора-два. Если вы скушали что-то легкое, то через час можно, в принципе, через, вот как Елена рассказывала, там после фруктов, да, но это опять же в случае, если у вас идеальное пищеварение. После еды обычно я рекомендую через полтора-два часа пить, не раньше, а до еды за полчаса. Не запивать еду во время еды. Почему? Потому что, если вы кушаете, допустим, суп, у вас это бульон с какими-то веществами питательными из самих продуктов, которые в супе, и вы пережевывая, вы создаете кашицу. То есть это уже, ну, определенная, как бы, пища определенной концентрации. Если вы все это запьете еще стаканом воды, вы нарушите пищеварение. Если вы кушаете котлету с картошкой, то если вы запьете это все стаканом колы или стаканом воды, то вы нарушите пищеварение уже, соответственно. Да, лучше котлету с картошкой не кушать. Лучше кушать картошку с зеленью, с травами, с салатом и отдельно котлету с зеленью, с травами, с салатом. Поддерживать микрофлоры. То есть микрофлора тоже требует какого-то к ней уважительного отношения. Если мы с вами начинаем перемешивать белки и углеводы, если мы кушаем продукты, которые вызывают брожение или гниение, то мы уничтожаем полезную микрофлору. Ее потом надо восстанавливать. Пока не будет восстанавливана нормальная микрофлора, вы не можете рассчитывать на адекватную выработку гормонов и адекватные обменные процессы в вашем организме. И, соответственно, микроэлементы для выработки ферментов вам тоже нужны, потому что фермент, он подобно гормону. Это биологически активное вещество, которое имеет в своей структуре определенные вкрапления микроэлементов. И, соответственно, если у вас есть недостаток каких-то определенных минералов, то вы не можете рассчитывать на здоровье и на выработку ферментов в достаточном количестве. Вот это как бы то самое важное, что я вам хотела сказать по еде, по пищеварению, по выработке гормонов. Следующий слайд у нас с вами, дорогие друзья. Сейчас посмотрим. Да, эндокринное кольцо. Сейчас предлагаю вам встать, встряхнуться, сделать небольшую гимнастику и сходить до туалета, набрать себе водички. Я тоже хочу воды, хочу немножечко пройтись, потому что просто уже затекла и попа, и руки, и ноги, и все. Поэтому давайте с вами договариваемся. Сейчас у нас в Москве 10, сколько, 47. Через 3-4 минутки или через 5 минуточек я вас жду. В крайнем случае через 5, 52 минутки. Хорошо? 5 минут перерыв. И в третьем блоке, когда я вам расскажу про эндокринную систему, я вам обязательно отвечу на ваши вопросы. Кстати, отвечу вот Ирину, прокомментирую, когда же можно успеть выпить чистой воды из расчета 30 грамм на килограмм веса, если пить, можно за час до еды, за полчаса до еды, я говорила, и через полтора-два часа после еды. Спокойно можно выпивать с утра литр воды, и потом второй литр растягивать на день. Ну, то есть, если ваш вес там в районе 60, если больше, ну, тогда чуть побольше пить в перерывах. Я хочу сказать, что я раньше вообще не могла пить воду, сейчас я выпиваю 2 600 граммовые бутылки, еще до завтрака мне хочется пить организм, сам требует жидкости, ему нравится вода. Поэтому, когда вы себя приучите, вы будете с утра очень легко пополнять вот этот водный баланс, сразу литр воды выдули, и это будет здорово. Это будет реально здорово у вас насыщать энергией, потому что вода является энергетиком, лучшим, чем кофе. По поводу чистой воды, давайте в конце вебинара я отвечу. Да, все, я отошла, отключаю пока что микрофон и разделю запись, сейчас нажму стоп, и потом мы с вами начнем через буквально 4 минуточки.